Всем привет! Мы сегодня с Катей решили записать для вас офигенное видео, сами не знаем еще пока про что. Мы хотим сегодня накраситься красивенько, а причиной нашему сбору явились вот такие вот красивые тенюшечки от Pure Colors которые мне достались от прекрасной девочки Алины, которая владеет своим магазином Ocean Colors Buy небольшая такая мини-реклама будем сейчас что-то творить а вы смотрите, если кому-то интересно давайте, давайте смотреть я очищаю кожу мицеллярной водой от Avene, обязательно подготавливаю ее перед нанесением макияжа потому что мы гуляли сначала по улице и все лишнее обязательно нужно убрать поэтому не пренебрегайте этим шагом. Дальше наношу смесь тонального крема Chanel и BB-крема для того, чтобы более ровный и более сияющий вид был у кожи это тональный крем если его смешивать вместе с BB-ком более приятное покрытие получается наношу кисточкой с плотным срезом очень ее люблю обычная кисть с китайского сайта очень клево работает и всегда меня вручает дальше наношу консилер от Artvisage в оттенке 101 он у меня уже почти заканчивается очень хорошая штука, наношу его кисточкой вот за его 142 с помощью этой кисточки очень получается легкое нанесение и мы фиксируем небольшие синячки под глазами и высветляем чуть-чуть переднюю часть лица дальше беру пудру от Just Mineral в оттенке 304 для того, чтобы зафиксировать предыдущие слои чтобы они хорошо уселись пудра со слегка светоотражающими частицами что в принципе делает внешний вид лица очень холеным дальше наношу скульптор 505 от Inlet немножко подчеркиваем скульптуру лица на камере, к сожалению, это не так видно, как хотелось бы но вживую мы хорошо подчеркнули впадины на лице у Кати и в принципе скульптуру лица подчеркнули неплохо а теперь потанцуем обязательно на шею наносите для того, чтобы общий тон лица сравнялся с шеей и наношу немножко румян это у меня румяна от Catrice в оттенке 080 Sun Rose Avenue беру свой не самый любимый хайлайтер Mary Lou но для Кати он идеально подходит потому что она смугленькая и этот оттенок для нее просто идеален наношу его так, не щадя точнее не жалею Кате вот нравится, она любит много хайлайтера именно то, что нужно беру вместо базы Color Tattoo в 93 оттенке наношу их все той же кисточкой от Zoya 142 она идеально подходит для того, чтобы наносить такие тени также беру палетку следующую от Flormar в 0,45 оттенке беру самый светлый оттенок для того, чтобы закрепить нашу базу так будут дальше тени гораздо лучше тушеваться мы тут слегка решили потанцевать беру тени от Essence I Love Nude в оттенке 0,4 и прорабатываю складку немножко затемняем складочку выходим чуть выше ближе, выше косточке а, ну тут извините, я потанцую минутка разврата дальше я наношу Color Tattoo в черном оттенке как базу под наши будущие смоки затемняем немножко ресничный край и выходим на уголок чтобы это выглядело более гармонично потом и более ярко смотрелись будущие тени обязательно хорошо прорабатываю ресничный край дальше я накладываю тени Pure Colors в оттенке 10 Red на все подвижное веко заходя на нашу базу из черных теней Color Tattoo дальше я подтушевываю оттенком 58 от Pure Colors в складки века добавляю их туда, где были у нас до этого тени Essence теперь смачиваю кисть фиксатором для макияжа ну вот тут Мишаня пришла в гости к нам и смоченной кистью добавляю оттенок также Pure Colors, только оттенок номер 73 захожу на предыдущий 10 красный и просто смягчаю переход на нижнее веко я наношу из палетки Flormar коричневый оттенок не тот, который самый темный, а средний подчеркиваю полностью заходя ниже ресничного края я люблю очень низко заводить тени внизу на веки это моя такая любимая фишечка хорошенечко растушевываю и накладываем дальше оттенок 11 от Pure Colors Light Purple таким образом у нас получается не сиреневые тени а такие коричнево-сиреневые и в уголочек обязательно я накладываю 78 оттенок Playa немножко убираем все, что опало лишнее и убираем это все сначала консилером и потом зафиксируем пудрой беру свою любимую тушь от Maybelline кошачий взгляд обожаю эту тушь это, наверное, одна из самых моих любимец идеальная кисточка для того, чтобы работать на клиентах очень клево получаются в итоге реснички просто здорово два глаза готовы беру свой любимый гель от Belor Design прозрачный и зачесываю брови наверх так сказать зафиксировав беру карандаш от Triloui в оттенке блонд и начинаю заполнять брови не хочу делать сегодня супер активные брови делаем более естественные но так вот мне захотелось сегодня обязательно потушевываю все, что наношу кисточкой для того, чтобы были плавные переходы и не было сильно видно, что мы их гипер много нарисовали на ресницах дополнительно прохожу с тенями от Catrice и тушью для бровей от Maybelline в оттенке блонд чтобы зафиксировать время для губ на губы наношу свой любимый карандаш от Triloui в оттенке 10 он идеальный видите, какой он у меня уже маленький у меня таких еще в запасе два между прочим он очень клевый всем советую просто идеальный нюд особенно если вы делаете яркие губы а на губы мы наносим подводку от Belor Design Super Mega Must Have матовая подводка в оттенке 11 она просто бомбезная носить будете, если на карандаше, целый день проверена на мне ела вкусняшки, ела тортики и она у меня никуда не пропадала вот такой вот макияж у нас получился с тенюшками мега модными от Pure Coors зацените, как вам ставьте лайки, если это круто но я надеюсь, что это круто и дедлайков будет мало тихо, 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 тихо уши убрали в общем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал если вам понравилось, пишите внизу мы тогда почаще с Катей будем снимать вместе с видео всем пока 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 пока